Дорогие друзья, в эфире программа Диалоги на ЮТВ. С вами я, ее ведущий, Юрий Гурьянов. Здравствуйте. Давно не виделись, давно не общались с нашим гостем Мочеловым Владимиром Александровичем, генеральным директором холминга Содружества Чуваша-Севастополь. Владимир Александрович, прошел год, как Республика Крыма вошла в состав России. Недавно праздновали эту знаменательную дату. Все это время мы расскажем о том, какая работа велась вашим холмингом по налаживанию связи социально-экономического плана, культурного и так далее. Хотелось бы узнать, что вкратце смогли добиться, сделать и к чему пришли. Добрый день, уважаемые телезрители. Я снова в очередной раз рад быть в нашем прекрасном городе Чебоксары, Чувашии. Мы, крымчане, передаем большой привет вам, спасибо за поддержку вас. Без вас бы и не было, честно говоря, этого года, потому что вся работа началась фактически ведь с референдума, когда я здесь был 15 числа, тогда вот был референдум у нас в Крыму. Вы все дружно поддержали на площади здесь, в Чебоксарах. Год, много это или мало? Честно говоря, для кого-то это мало, для Крыма это был тяжелым годом. Честно говоря, вы посмотрели несколько программ, которые показывали, Крым вернулся в Россию. Информационное поле было, честно говоря, заполнено. Но самое тяжелое, конечно, было это осознать. Революционный порыв, как говорят, прошел год, а предстояло работать, работать экономически. Поэтому в течение года приходилось сталкиваться с многими проблемами. Вы прекрасно знаете, что в свое время у нас отключили и визу, и санкции. В первую очередь коснулись Крыма. Но, тем не менее, как видите, мы работаем и развиваемся. Сегодня я хотел бы просто остановиться на трех основных моментах, которые произошли в нашей жизни. И хотел бы поблагодарить Чубарский национальный конгресс, прежде всего. Потому что старт вот этого экономического поля, он был заложен здесь, на первом Всечуварском форуме. Многие, может быть, даже и не слышали, что был здесь форум Всечуварский. Это Чуварская общность именно в развитии экономики. Поэтому Севастопольское Чуварское общество, оно продолжило работу. И в первую очередь было создано одно предприятие сначала. То есть это Содружество Чувашия-Севастополь. Соответственно, потом создавались еще предприятия. Сейчас, на сегодняшний момент, их 10 предприятий входит в состав холдинга. Но сегодня мы, наверное, не будем говорить о всех направлениях деятельности вашего холдинга. Сегодня давайте поговорим, может быть, конкретно все-таки о предстоящем туристическом сезоне, который уже в Севастопольске не собирается. Все так и ждут. И уже, в общем-то, весна на пороге-то. По большому счету, осталось 40 дней. 40 дней. 45 дней до победы. Поэтому, нашим зрителям будет очень интересно узнать о том, что вы планируете в этом направлении. Ну, вообще, честно говоря, и, наверное, жители Чувакса уже тоже думают и планируют, где они проведут отдых. Крым сейчас очень актуален. Значит, наши две фирмы, которые входят в холдинг. Это «Паллада Тур Севастополь». Это фирма организована в этом году. То есть, это правоприемник фирмы «Паллада Авиатура», о которой я уже раньше рассказывал, в украинском правовом поле. 20 лет на рынке, и поэтому мы, в общем-то, как местные аборигены, мы представляем всю ситуацию на туристическом рынке. Присутствовали мы на всех выставках, я могу сказать, и в том числе и в Крыму, и в Москве. Сейчас были две выставки международные. Вот это «МИД» и «Интермаркет». Вот мы представляли там как раз Крым. Какой вообще интерес на выставке был у посетителей к этой фирме «Паллада Авиатура»? Вообще, честно говоря, интерес не только к этой фирме. Присутствовали, значит, в общей сложности где-то около 50 фирм на выставках. Большинство из них нам известны, они не так давно. Но, как бы сказать, фирмы, они были все. То есть, все перегистрируются уже в российском правовом поле. Кто-то сохранил название, кто-то, вот мы, например, немножко его изменили. Более, поскольку у нас в основном это севастопольский регион. Вот, интерес громадный. То есть, все спрашивают, почем интересуются цены. И тем более, что сейчас отдых в Крыму-то на самом деле-то в два раза дешевле получается, чем в Египте, например, или в Турции. То есть, если посмотреть по качеству, по качеству есть у нас и интересные санатории, есть и дорогие. То есть, на любой вкус, в общем-то. На любой семейный бюджет, скажем так. Ну, конечно, да. Вот в Ялте, например, да, вилла Елена, например, номер стоит 100 тысяч рублей в сутки. И как вы думаете, он пустует? Нет, не попадешь. То есть, есть люди с разным кошельком. Но в среднем мы рассчитываем на бюджет Чуваши. Я имею в виду зарплаты, то есть, уровень жизни. Он, в принципе, примерно сейчас соответствует севастопольскому уровню. То есть, у нас даже некоторые дешевле. Вот если по ценам ориентироваться. Вот сегодня я заходил на рынок. Вот, капуста 35 рублей продается. Вот, у нас 15-18, да, то есть, вот так сравнивать. Если проезд у нас в маршрутке, вот, заплатил сегодня я 20 рублей. То есть, у нас 8 рублей маршрутка еще, видите. То есть, поэтому, когда говорят, что в Крыму все дорого, ну, я сравниваю Чебасару. У нас пока дешевле. Вот, соответственно, все отели, вот, частные отели, например, и, ну, частников, вот, если возьмем, некоторые интересуют, там, небольшие, да, отели. Вот, все стараются привлечь, привлечь клиента, поэтому цены держат на прошлом, ну, уровне прошлого года, да. Есть кое-какие-то подорожания. Ну, хорошо, Владимир Владимирович, вот, есть интерес сегодня, в очередной раз, Крыму со стороны отдыхающих, со стороны туроператоров и так далее. То есть, он сегодня, наверное, возрос несколько раз, чем было это в прошлом году. Ну, вот, как говорят, 4200, да? Да, то есть, в любом случае, во всей этой ситуации, которая сложилась вокруг нашего государства, России, то есть, понятно, что сегодня, наверное, наши жители будут ездить отдыхать в Крым. Несмотря на то, что переезд туда и обратно, естественно, проблемный, но, тем не менее, вот, давайте поговорим о том, что вы сегодня можете конкретно предложить нашим чувашским телезрителям. Ну, сегодня у нас, как бы, предварительные встречи, да, предварительные, потому что на следующей неделе мы будем презентовать уже проект, то есть, мы выходим с проектом, с новым турпродуктом. Называется «Просто Крым». «Просто Крым». Ну, что это такое? Это, в общем-то, новый продукт, он будет распространяться и продаваться не только на территории Чувашской республики, соответственно, и в других регионах, но сначала мы начинаем с Чувашей, как нашей родной. Ну, как обычный пилотный проект. Пилотный проект. Это Чувашский телезритель. Туристического здесь, в общем-то, туристической фирмы, да, я скажу, что сейчас вот буквально на следующей неделе у нас идет подготовка к открытию уже офиса, пока переговоры ведутся в аэропорту нашем, вот, соответственно, ну, буквально несколько дней, поэтому мы все это презентуем и расскажем. Вы покупаете билет, вот, такой конверт, называется «Просто Крым». Что там внутри? Внутри находится, в общем-то, договор о предоставлении услуг. Вы его спокойненько заполняете с предложениями, сканируете, все, ну, мы приближаемся к тому, чтобы вообще в офис не заезжать, а это можно было покупать на любой заправке. Вот, конверт идет просто к рынку. К примеру, девушки там или кого-то, мальчик хочет сделать подарок, покупает конверт и дальше все на сайте спокойно выбираете, что нужно. Вот, в конверте, кроме договора, еще находится вот очень интересная такая тема, это пластиковые карты. Пластиковые карты системы «Просто», это Крымского банка, какой банк, я вам тоже объявлю, он работает в системе «Просто», это российская. Поскольку у нас визы и отключили «Маэстро», вот эти карты, да, вот, он сейчас работает. У нас полпассанцы, поэтому достаточно проблематично будут работать нашим вдыхающим с этими картами, да? Да, то есть будет проблематично, поэтому, значит, я вот единственное хотел бы, значит, вот показать, то есть вот там находятся две такие карты, две. Системы вот здесь написано, здесь нет ни визы, ничего, здесь есть написано «Просто». Вот, и, соответственно, с логотипом наших двух компаний, это «Паллада Авиатур», соответственно, да, и «Русского клуба деловой авиации». То есть это две фирмы, которые будут представлены здесь, в «Чебоксарах». Да, зачем нужны карты? Зачем? Вот, поскольку нет этой системы, одна карта – это дебетовая, соответственно, вы можете положить здесь «Чебоксаров», здесь будет доп. офис банка. Вот, можете положить деньги на карточку. А вторая карта – это кредитная. То есть, если у вас там кончится средство, поскольку Крым, Крым, да, мы постараемся вам показать, действительно, показать за минимум, за минимум, да, времени вашего, которое там, вот, показать, в общем-то, все самое интересное. Возможно, у вас средств не хватит, тогда вы можете у банка занять 51 день там без комиссии. То есть вы оплачиваете услуги дальше, а потом «Чебоксарах» дальше уже решаете. Не надо звонить, мучиться с переводами, то есть деньги будут при вас в кошельке. Вот такая вот, в общем-то. Ну, то есть, давайте уточним, человек, приобретший эту карту, он, значит, может пользоваться ею, оплачивая все свои расходы на территории Крыма. Так точно. Для того, чтобы там было комфортно и удобно. Да, это не виза, это просто система, да, в России она сейчас распространяется, но, в первую очередь, для Крыма. Потому что вопросы основные, которые вот к нам приходят, как мы будем там с деньгами, тащить наличку, например, с собой пачки. Ну, поэтому, да. Мы знаем, да, что это было достаточно сложно, значит, это, наверное, удобно. Хорошо, значит, приобретший какой-то пакет, какую-то карту, вот что он может для себя, значит, получить и что вы можете ему предложить? Далее, значит, ну, естественно, значит, конвертик, он будет немножечко побольше, вот, но удобный. В любом случае, здесь будет путеводитель, вот, со всеми телефонами, со всеми справками, значит, ну и, соответственно, документы, которые заранее вы заполняете, это опросник, опросник, то, что вы хотите и какие опции вы согласны. То есть, в базовом туре, в базовом вот этом пакете, просто, там находится тур «Три дня в Севастополе». Ну, соответственно, во-первых, «Три дня в Севастополе». Если вы эпоху СССР еще помните, это когда был МВД называли мы, это «Маршрут выходного дня». То есть, на «Три дня в Сочи», да, на «Три ночи в Сочи», вот, примерно, что-то такое мы базовое даем, то есть, это «Три дня в Севастополе». Вы можете слетать из «Чебокса», слетать, сейчас мы вернемся к полетам, слетать, значит, на «Три дня», «Три ночи в Севастополе», и, соответственно, посетив ЮБК и так далее, вернуться. Некоторым это удобно, действительно, выходные провести на море, да, успеть загореть. Ну, это обычно практика во всем мире. Так точно, да, то есть, если стоимость, она небольшая, там, вот, и тем более, для вас будет, маршруту вернемся сейчас «Три дня», да, вот, но это базовый, это базовый Севастополь. То есть, если кто-то едет на 10 дней, на 10 дней, соответственно, ну, «Три дня» он может взять, а, соответственно, остальное время провести в наших же, то есть, дополнить опции, опции свои, да, то есть «Три дня в Севастополе», а дальше «Ялта». Ну, вот, побывать в Крыму, не побывав в Севастополе, значит, наверное, дело, в общем-то, не совсем. Я считаю... Поэтому, наверное, вот, начало Севастополя, как я думаю, да? Так точно, да, и, соответственно, там дальше набираете, что вы хотите, потому что, ну, 70-летие Победы, да, вы представляете, какой грандиозный праздник, да, и, ну, мне кажется, что без Севастополя здесь не обойтись. Поэтому это базовый, «Три дня», и дальше, соответственно, планируете отдых, где вы хотите. Вот, можете просто взять «Три дня» и дальше сам, как говорится, ну, путешествовать по Крыму, да, и, если наши предприниматели, предложения, ну, я могу сказать, что, если вы сравните наши предложения по размещению, значит, в гостиницах, например, да, и по трансферу, то есть при покупке, я напомню, что вот этого «Три дня» в Севастополе, трансфер он бесплатный. Он будет бесплатный, потому что у вас будет свой гид, вот, и, в общем-то, часть затрат мы, в общем-то, компенсируем. Я сейчас объясню, каким образом вы можете вернуть свои деньги, вот, и какие будут бонусы дополнительные, вот, но, я думаю, всем понятно, да, то есть конверт, приезжаете в офис, механизм, открываете, покупаете на заправке там или где-то, где они будут продаваться хоть в киосках, активируете или на сайте, или приезжаете сначала в офис, да, пока сайт заработает до сезона. Вот, значит, заполняете анкету, анкета идет в электронную обработку, договор о предоставлении услуг, значит, ранее бронь, то есть договор по ранней броне, потому что ранее бронь на самолеты, которые будут вылетать из Чебоксар, сейчас уже работа заканчивается, определена цена, я сегодня даже могу озвучить, что из Чебоксар, значит, будет летать Боинг, Боби, как мы называем, 400 и 757 и 400, вот, авиакомпанию пока сегодня назовут, сейчас остались буквально, это коммерческая тайна, не думайте, мы вам обязательно расскажем, просто сейчас идут переговоры, последние буквально остались штрихи, это и Чебоксарским аэропортовым, и Симферополин, вот, о скидках, вот, но на сегодняшний день цена это 7261 рубль в оба конца, вот, если вы покупаете торт, то цена уже туда вложена, да, то есть мы обеспечиваем вам перелет или три дня туда и сразу обратно, да, или один день, ну, в смысле, на три дня туда, потом дата вылет обратно, у вас будет отдельно, то есть мы не продаем, не будем продавать билеты, я боюсь, просто их не останется, мы их будем бронировать, и, соответственно, если кто-то покупает тур, то он берет железно, он гарантирует себе, он гарантирует перелет на самолете, 2 часа 10 минут с аэропорта Чебоксар, ежедневно, повторюсь, ежедневно, так, чтобы вам было удобно приехать с утра в аэропорт, и обедали вы уже спокойно в Севастополе, то есть утром здесь и сразу море. Ну, смысл вообще всего этого процесса, наверное, в том, чтобы люди были заинтересованы в приобретении вот этих туров, да, потому что... Гарантирую себе, таким образом, билет на самолет, вот, в конце, да, все верно, и планирую здесь на свой отдых, да, да, вот, потому что, понимаете, мы не хотели отдавать, ну, руки не специалистов, понимаете, вы покупаете, например, что-то там на сайте, да, очень много недоброкачественного, я сейчас скажу, замечаний, очень много, очень много замечаний, написано, например, на сайте, там, 10 метров, да, до моря, на самом деле, 10, ну, 300 метров, на самом деле, 30 метров до остановки, потом нужно ехать, вот, поэтому выбрать самому это сложно, поэтому доверитесь специалистам, хотя мы не настаиваем, мы не настаиваем, просто посмотрите на наши предложения, вот, и согласно этим просто, да, к этому продукту, у нас круглосуточная поддержка, телефонная, то есть в телефонном режиме всегда с вами будет менеджер, и тем более в Севастополе у нас офис тоже, вот, у Содружества, то есть если что-то, где-то, какие-то накладки, ну, мы всегда сможем вас переместить в другой отель, если вы помните, в Турции это сделать сложно, да, там чужие, то есть они зарабатывают деньги, поэтому отношение к ним, к вам, приезжающим туда, как, ну, денежный мешок, например, случись что, вот, а мы находимся там, то есть мы ваши, че ваши, там, ну, вы всегда можете приезжать, договор с вами, каждый клиент должен быть спокойно, что все его, скажем так, пожелания, пожелания будут учтены вами, естественно, поле выбора будет большое, вот, то есть, давайте-ка немножко конкретизируем, я захотел привезти этот тур, я решил выехать на отдых, значит, в Крым, я приобретаю этот тур, улетаю самолетом, три дня в Севастополе, где вы обеспечиваете экскурсии, посещение каких-то, там, мероприятий, там, и так далее, вот, какой-то отдых, затем я выбираю, допустим, Ялту, ради бога, Гурзуф, там, Феодосию, да, то есть вы предлагаете мне варианты движения, варианты размещения и так далее, да, и какую-то программу, таким образом, каждый может, по сути, побывать нескольких городах, конечно, конечно, и затем уже к намеченному сроку вернуться, скажем, Сифастополь или Симферополь, для того, чтобы вылететь обратно в Чебоксар, да, ну, вот, не случайно, вот, Севастополь, сейчас вы сказали, потому что, мы планируем, вообще, этот рейс был, который, Да, вот, что касается перелетов, перелетов, да, он вообще планируется и планировался на Севастополь, но, к сожалению, сейчас пока еще не согласованы с военными, да, вот, эксплуатация, вот, принимать аэропорт можно, он принимает, аэропорт Бельбек, я о Бельбеке говорю, Севастополе, потому что вы свое время экономите, потому что 15 минут, и вы на базе размещения уже, да, вот, соответственно, Бельбек спустился рядом в Любимовке, кто-то, может, Любимовке захочет остановиться, да, вот, или в Качину, Например, это все варианты рассматриваются То есть удобно, а Симферополь, а до Севастополя, там часа два, наверное, да? Ну, сто километров, два часа в общей сложности, выбирайте еще время до регистрации, да, то есть у вас полдня теряется, в общем-то, на перелет, да, пока сюда, вот, поэтому Севастополь он будет, однозначно, меня он пообещал, вот, и я знаю, потому что не случайно мы в этом направлении работаем активно, с самых первых дней, поскольку, вот, русский клуб деловой авиации, вот, он специально зарегистрирован, в общем-то, в Севастополе, вот, в планах у нас эксплуатации одного, бизнес-самолета и трех вертолетов, да, то есть маршруты уже определены, это Ялта, значит, Краснодар, Сочи, да, вот, в этих направлениях, вот, поэтому перспектива, не случайно мы просто занялись этим направлением, потому что санкции, санкции, которые запад опять, как всегда, бьет по Крыму, вот, они касаемы бортов, другие компании просто не могут заходить, поэтому у нас очень сложно было вот в этот борт, с бортом с этим договориться, это очень сложно, здесь, конечно, я хотел поговорить, в общем-то, Михаил Игнатьев, конечно, тут, потому что тоже работа была проведена, вот, об этом мы тоже еще расскажем, но главное, начало скоро, поэтому тот, кто планирует... Ориентировочно, когда вы планируете? Значит, мы планируем с 26 апреля, вот, значит, ну, здесь от нас уже не зависит, потому что сейчас, на следующей неделе будет работать уже офис, вот, сегодня на связи я уже выложил, в общем-то, нанимаем двух человек, мы пока двух человек, для работы в офисе в аэропорта, вот, это один банковский работник, это для реализации проектов как по пластику, но они будут все в одном конверте, но в любом случае это два человека, это представитель банка крымского, значит, и, соответственно, турагент, вот, кто-то будет купить, не обязательно есть свой авокод, вы можете купить где-то, остальное все сделайте работу на компьютере, который у вас под рукой, вот, примерно так, автоматизируем, но это все, все равно, нужно время, вот, поэтому дата будет объявлена, а на сегодняшний день я бы все-таки на связи, я напишу, вот, информация она будет, вот, это заключение предварительных договоров, да, по броне, самое главное сейчас забронировать, забронировать места, потому что авиакомпания, на сегодняшний момент, речь идет, наверное, о броне на первые, предварительные, да, предварительные, первые рейсы, нет, сейчас не о первом, как раз идет, в общем-то, о первых, да, но вообще идет вопрос о всем сезоне, потому что, вы знаете, что авиакомпания, авиакомпания, пока подождем называть ее, уже, кстати, на форуме уже догадались, уже, кто специалисты, уже, в общем-то, уже обозначили, да, пока одну из двух, но одна из двух, действительно, это коммерческий проект, коммерческий проект, но по блок местам 50 процентов мест, вы знаете, они предназначены, в общем-то, для перевозки групп, это групповые поездки, поэтому сейчас обрабатывается информация по перевозке детей, в частности, да, пенсионеров, ветеранов, спортсменов, вот, поэтому немножко здесь тормоз из-за этого, вот, а те места, которые остаются, но я могу сказать, что в день, в любом случае, это 50 мест мы бронируем, 50 мест борта, которые 150-местные, вот, поэтому сейчас важно просто вам предварительно забронировать, это предварительная бронь, вот, вы всегда можете отказаться, да, в любом случае, вот, но для авиакомпании мы получаем подтверждение, что, ну, вы уже летите, в общем-то, потом, через две недели вы уже заключаете основной договор, то есть договор, я к чему говорю, договор-то, в услугах вы можете заключить сразу, общий, я говорю только об апреле месяце, потому что с мая там ситуация будет проще, тогда нам будет понятно, сколько людей полетят в течение, вот, будет ли загрузка, вот, и какая часть пойдет уже в коммерческую продажу, потому что та сумма, которую я, которую сумму определил, да, это не окончательно, это цена для брони, то есть, если вы сегодня бронируете, бронируете, то есть, цена 7261 рубль, в оба конца она остается, соответственно, в день вылета цена будет другая, то есть, имейте в виду. Ну, понятно, то есть, вот, для, вот, давайте еще раз, завершая наша программа, да, разговор, объясни нашим телезрителям, что сегодня, для тех, уважаемых телезрителей, у кого есть интерес к отдыху Крыму, да, да, вообще Крым, да, и если вы, если мы вас сегодня информируем о том, что с конца апреля начинаются, ну, по сути, регулярные, да, ежедневные перелеты отправки самолетов в Чебоксар и Симферополь, то, наверное, уже сегодня надо планировать свой отдых. Поэтому, надеюсь, что все-таки получится, поэтому, уважаемые телезрители, следите за нашей информацией, мы, естественно, об этом будем говорить и дальше, и, значит, информировать вас, чтобы вы знали, понимали, когда начинается, с какого числа отправка самолетов, и чтобы вы, естественно, бронировали. Ну, бронировать мы начнем уже, как бы, вот я говорю, сейчас офис откроется, да, на следующей неделе, да, уже начнется бронь, вот, поэтому телефон будет вам известен, вот, и на связи я там опубликую, поэтому подъезжайте, вот, и по этой цене вы железно прилетите. Вот, и улетите, кстати. Надеюсь. Хотя, пожалуйста. Ну, вот, мы сегодня говорили, в принципе, о начале аэроперелетов Чебоксара-Симферополь, да, но, в любом случае, мы должны учитывать интересы всех наших телезрителей, вообще жителей Чувашии, потому что кто-то, захочет, может поехать в Крым не самолетом, а поездом, кто-то, естественно, на своем автомобиле, да, поэтому, вот, для них, что вы сможете предложить? Ну, во-первых, проеденный билет, который показал эффективность, в общем-то, в прошлом году, действительно, я сам был удивлен, честно говоря, вот, эффективно, вот, поэтому можно будет уехать по единому билету, значит, вот, в этом конверте вы выбираете, то есть вопрос не стоит только здесь вы берете Крым, просто Крым, соответственно, выбираете схему, то есть или самолет, или поезд, значит, поезд вы едете до Анапы, до Новороссийска, Ну, там несколько будет, Анапы, Коснодар, Ростов, наверное, да. Вот, соответственно, да, оттуда наши автобусы, автобусы нашей же компании, которые наши, это 4 автобуса, микроавтобусы, кондиционерами, вот, мы вас там подбираем, то есть, выходите вы с вокзала, и там просто Крым, такой человек с табличкой, там, например, зная уже каких вы вагонов, вы спокойно собираетесь, садитесь, группами по 15 человек будет, садитесь в маршрутку, вот, и едете через переправу, дело в том, что наши автобусы, они включены в рейс, в рейс, соответственно, мы идем без очереди, вот, первая остановка, это будет Керчь, Керчь, есть у нас еще один, кроме 3 дня в Севастополе, есть 2 дня в Керчи, то есть, возможно, кто-то захочет посмотреть грязевые вулканы, искупаться на двух морях, на двух морях и на Азовском, грязь, чекрак, посмотреть, что это такое, да, ну, представьте сами, например, сутки вы едете в поезд, в поезд, да, уставшие, мокрые, там, голодные, да, и тут, зачем пилить, например, до Севастополя, доел-то, когда, вот, буквально через 3 часа вы размещаетесь в комфортабельных коттеджах, вот, мы говорим так, если, это варианты для тех, кто прилетает самолетом, Крым начинается с Севастополя, с Севастополя, да, да, а те, кто едут поездом или автомобилем, Крым начинается с Керчи, конечно, зачем вам, это с Керчи, да, то есть, это, как бы, мы так сделали, чтобы было удобно и интересно, а дальше вы продолжаете уже, пожалуйста, Феодосия, Судак, по ЮБК, один из маршрутов у нас есть тоже по ЮБК, от Севастополя кольцо, это трехдневный маршрут, поэтому это как конструктор, да, то есть, вы берете Севастополь, 3 дня Севастополя, и, соответственно, прибавляете там, ну, уже маршруты, например, это вокруг ЮБК, значит, Керчь, вот, ну, мы считаем, что это иррационально, или, например, сами просто где-то выбираете у нас размещение, мы вас размещаем, мы просто в одном гостиничном комплекте, или хотите, поменяйте там по 2 дня, вот, кому-то нравится, потому что, ну, пляжи песчаные, хотя мне, честно говоря, с камешками, там, рыбки, там, понырять можно, вот, услуги у нас, кстати, тоже вот пока не забыл, вот, акваланги, например, да, то есть, в прошлом году у нас, где-то, наверное, в районе 70 человек, вот еще ваши, первый раз попробовали, что это такое, да, вот, акваланги, да, это в Голубой бухте с Велостополя, вот, у нас дипломированный со всеми там регалиями, там, сертификатами, вот, нашлен, это Александр, вот, и поэтому Саша в этом году также приглашает вас, в общем-то, попробует свои силы, это не обязательно, даже, это первый раз, первый раз, как говорится, в Голубой бухте, вот, девочки, например, которые в прошлом году, ну, тоже в Голубой бухте мы размещали, там, в одном из наших гостиничных комплексов, вот, они просто смотрели, да, мой, ой, ни в какую, например, да, потом, глядя, как выходят все с ошарашенными глазами, и там, ой, там крабики, ой, там рыбку не задавите, помните, да, вот, поэтому, и, как бы, ничего страшного, это нет, и можно попробовать, по крайней мере, первое погружение можно попробовать, потому что те профессионалы, которые, вот, наши, Чебосарские, например, подводные охоты и так далее, они уже это знают, и большинство, кстати, едет со своей аппаратурой, с аквалангами, вот, они выбирают места там, где что-то посмотреть можно. Ну, это для любителей активного отдыха, да, там есть действительно... На пляже, а именно посещать теленные места, и, в общем-то, на пляже... Срождаться жизнью в Крымске. Даже, даже вот по нашим маршрутам, например, три дня Севастополя, да, я вот повторюсь, это один день, это Севастополь-Балаклава, мы комплексы осматриваем, естественно, пляж тоже предусмотрен, это два пляжа, это северная сторона, значит, и Фиолент, в районе Фиолента, вот, морская прогулка, поэтому один день тратим на Севастополь, то есть морская прогулка на Катере, там, с рыбалочкой, чуть-чуть, шестручком, с зелеными стоянками, вот, а второй день, это Ласпи, мы едем по ЮБК, значит, поднимаемся к Фаросской центре, до Фароса, вот, в общем-то, потом Байдарскую долину, это осмотр Секельской пещеры, вот, как я уже писал на форуме, это Дальмеда интересная, исток речки Черная, обед, вот, поэтому второй день мы вот ЮБК совмещаем везде, ежедневно, море, просто, вы поймите правильно, тоже, море целый день на пляже, ну, вы сгорите, вот, 15 минут вам будет, вы будете потом все, ну, кефир, конечно, у нас предусмотрен там, да, обмазывание, да, вот, но в любом случае, в любом случае, это процедуры будут такие, получасовые прогулочки, мы будем останавливаться по ходу движения, вот, и потом, значит, второй день, это, как я сказал, Байдарская долина ЮБК, и третий день, это, в общем-то, интересное еще место, это пещерные города, это Терновка, Икзекермен, Мангуб, вот, озеро, вот, пешие прогулки, или на вжибах, можно на лошадках, все находится в одном месте, и Бахчисарай, то есть, осмотр Бахчисарая, вот, поэтому, как бы, три дня, это мы считаем, что это, ну, это просто минимум, что мы сможем дать, вот, не просто, и все время в экскурсии, конечно, но, тем не менее, насыщенная программа, насыщенная программа, насыщенная, но, получи, вообще, хотелось бы, конечно, на пять дней, но, ну, практика покажет, и спрос, естественно, разное предложение, поэтому, ну, кто-то может остаться, самое главное, чтобы, в общем-то, наши жители выбирали свой отдых в Крыму, планировали его, и выезжали, а там уже, ваша задача, как их всех удовлетворить? Да, ну, не только, отпуск, к сожалению, ведь, сейчас разделенный на две части, как правило, это 12 дней, да, 12 и 12, с перелетом, вот, но у нас активных, это 10 дней, так получается, вот, поэтому, 10 дней, хотелось, ну, заранее люди знали уже, где, вот, мы там находимся, я же говорю, что у нас там 4 микроаптобуса, 3 больших автобуса, вот, они заряжены, именно сейчас под эту программу, вот, поэтому, ну, чтобы не терять время, и получить и море, и эмоции, вот, попробуйте кухню, вот, в общем-то, вот так вот. Да, то есть, понятно, время, время, наступила верение пора, и время, купать отдых в Крыму, да, поэтому мы здесь, компания, значит, компания, вернее, карта, клубной системы карты, просто Крым, да? Да, просто Крым. Вот, в заключении нашей, опять же, программки, я хотел бы уточнить еще момент, в этом году, в этом сезоне, вот, в зимний период, власти Крыма, в общем-то, ну, по сути, по-новому, может быть, выстраивали причалы, да, реконструкция была проведена, и так далее, чтобы пропускная способность увеличилась, и так далее, чтобы паромов больше ходило, то есть, в этом плане, вы постоянно ездите, я могу сказать, для любителей, скажем, да, вкратце. Значит, раньше, порт Кавказ, порт Крым, вот сейчас идет реконструкция, реконструкция, если раньше спричаливал только один паром, один, сейчас, одновременно, будет три, это раз, да, то есть, погрузка, разгрузка, основное время, там же, ну, 20 минут пройти, вот, между, то есть, пропускная способность будет, многократно раз увеличена. Все верно. Потом, далее, убрали грузовики, убирают, по крайней мере, в летний сезон их не будет, потому что фуры, они сейчас, это Новороссийск, Керчь, Новороссийск, Керчь, морской порт, да, то есть, их отдельно убирает вообще, поэтому здесь по максимуму делается все, не будет пор, вот, и самое главное, это электронная очередь, то есть, вы можете зайти в интернете, зарегистрироваться по электронке, получаете номер, и у вас будет видно, когда продвижение, то есть, когда вы реально подъедете к переправе, соответственно, по пути в Краснодарском крае, вот, на Пересыпи, например, да, вы можете остановиться, ну, искупаться, там, перекусить, отдохнуть, вот, не стоять именно в очереди, вот, поэтому электронная очередь, это, это серьезно, да, если она будет, конечно, все правильно работать, и как, ну, посмотрим, по крайней мере, сделано очень много, вот, и кто не хочет, как говорится, на переправе, непосредственно присутствует, да, проходить на машине, то есть, перехватывающая парковочка, то есть, вы спокойненько приезжаете, ставите парковочку, доезжаете через паром, и дальше, вот, по типу, про, единого билета, да, дальше вы едете в Крым, вот, хотя машины, я считаю, вообще в Крыму желательно на машине, прокатные фирмы есть, значит, возможно, эту услугу мы будем предоставлять, пока мы над этим работаем, те цены, которые в аэропорту, я считаю, они завышены, вот, если цена будет в пределах 1000 рублей, значит, ну, за приличную машину, значит, в день, в сутки, да, то есть, я думаю, это приемлемо, 1000 рублей, машину, вот, и дальше можете путешествовать, но, в любом случае, мы предлагаем все-таки начать системы Pro100, вот, если какие-то у вас есть предложения, замечания, пишите вот на форуме или на почту, вот, в следующей программе, когда мы уже презентуем открытие, когда покажем уже другие конверты и так далее, вот, обязательно я отвечу на эти вопросы, и хотел еще раз поблагодарить, значит, поблагодарить наших бизнесменов, вот, министров, и лично Михаила Игнатьева, за то, что поездка, поездка, которую мы, в общем-то, мечтали, поездка Чувасской делегации и бизнеса, да, в Крым состоялась, то есть, вот, знаете, вот, инвестиционные паспорта по Республике Крым, это все ребята ознакомились, это все можно найти на сайтах, вот, первое движение пошло, и, насколько я сам лично слышал, что губернатор Аксенов, он сказал, что Чувашия, Чувашия, уже самая первая, она сейчас видит, впереди планеты Сей, потому что сейчас были подписаны уже не соглашения, которое, соглашение первое было подписано у нас в Сочи на Корме, да, а уже были реальные графики реализации проектов, представляете, он сказал, что многие еще не подписали даже первого соглашения, а Чувашия уже их реализует, понимаете, вот, поэтому работа, я отвечу сразу на вопрос, работа идет огромная, вот, бизнес заходит, вот, работать можно, вот, поэтому, что могу сказать, приезжайте в Крым и работать, и отдыхать, отдыхать, спасибо большое, а мы вам этому помогли. Спасибо большое, Владимир Александрович, я напоминаю, что вы смотрели программу «Диалоги на ЮТВ», в ней мы сегодня прогнозировали новый, по сути, продукт туристический, о котором мы расскажем в ближайших наших выпусках. На этом мы с вами прощаемся, до свидания, увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова